Здравствуйте дорогие друзья, с вами в новой эфире радио Сангейтс и наш гость Борис Увайдов из Лос-Анджелеса, специалист в области традиционной и нетрадиционной медицины, руководитель и организатор Академии естественных наук, человек который имеет 40 лет опыта врачебной практике в Америке и вот Академия которую он организовал позволяет любому человеку буквально который имеет образование 10 классов в течение полугода получить все возможности для того чтобы исцелять себя и своих близких. Здравствуйте Борис. Здравствуйте. Насколько я знаю сегодня мы поговорим с вами о питании. Да, сегодня интересная тема, очень обширная и широкая. Ну начнем с того что сказал отец медицины Гиппократ. Пусть ваша пища будет вам лекарство, а лекарство будет вам пища. В Библии тоже, в бытие 19 стих там написано, что лекарство это пища и листья для выздоровления. Это в откровении вернее. И для исцеления всей нации. И там было ясно сказано, что пища должна быть растительной. вот конечно все что произрастает как сказал мудрый Соломон вот если человек заболел он должен обратиться к врачу который даст ему лекарство и эти лекарства будут из земли. ну то есть он намекал на то что это растительное значит сырье все что растет под солнцем вот это корни это цветы это растение это листья это органический материал включая пищу который и дает человеку возможность восстановить свои силы и здоровье. и если мы посмотрим насколько люди стали питаться по-другому ну допустим еще сто лет тому назад 200-300 лет тому назад чем они питались и чем мы сейчас питаемся и какое качество питания и воды то это будет как бы разница между небом и землей. вот ну к примеру мой дед вообще никогда не пробовал сахар и сахар и сахарные напитки вообще в то времена это до революции еще было ну не было практически. сахар появился буквально 120 лет тому назад и ученые подсчитали что на каждого жителя Америке приходится где-то 150 паундов сахара в год. я еще не говорю о сахарных напитках это включает все это пока-кола ведь этого тоже никогда не было в истории человечества и вот принимая вот эти непотребное питье и непотребная пища при том сахар это не только там шоколад конфеты сдобы. вот но это и различные зерновые сириалы которые мы потребляем постоянно содержат какие-то сахарные добавки или сахарные заменители которые в сотни раз токсичнее вот чем сам сахар. кстати сахар есть рафинированное и нерафинированное из свеклы из тростника но сахар есть сахар и это продукт не естественно его вообще никогда не потребляли ни одни древние нации мира. и как результат вот если с детства мы кушаем мороженое пирожное сахарные напитки кока-кола и так далее то неизбежно будет сахарный диабет и 1 и 2. вот это результат отмеска за то что человек злоупотребляет и употребляет то что природой не обозначено и не предусмотрено. и вот недавно был разговор моих друзей мальчику 10 лет и я значит показал ему картинки где все все натуральная пища и показал ему вот это джанк-фуд и мороженое пирожное и так далее шоколады конфеты. я говорю какая твоя любимая пища он говорит шоколад я говорю ну шоколад это же не пища и вот он каждый день съедает большое количество шоколада и как результат у него значит гиперактивный ребенок он постоянно дерется постоянно в агрессии естественно мать его тоже неправильно питает дает много мясного вот и вся кровь насыщена вот этими агрессивными так вот я когда матери говорил она значит ну как бы длину это был шок я говорю вот эта проблема ее часто вызывает школу за что ребенок дерется и ребенок ведет себя агрессивно ну как бы актери социальный психопат я говорю не давая ему эту возможность питая его правильно вот шоколад вообще в таком возрасте при таком диагнозе противопоказан она говорит а он любит я думаю что значит любит он должен быть под контролем до 18 лет так зачем покупать эту сдобу вообще и держать в холодильнике и в дом вот ну в общем это пример того что не только эта мать но и вообще любые родители прежде чем ну как бы зачинать детей и создавать семью должны прежде всего понять как правильно питаться не только себя но и детей будущем а скажите у меня вот по ходу вашего рассказа возник вопрос бытует такое мнение в отношении мяса что есть или не есть мясо находится в зависимости от группы крови человека и вот то что я слышал якобы допустим люди с первой группой все-таки должны есть мясо хотя бы иногда а допустим люди вот четвертой группой они уже могут быть вегетарианцами как вы ко всему этому относитесь диета очень много я знаю я читал адаба второе поколение много очень полезной информации по группам проверить что в общем то доказано первые группы это мясоеды то есть те у которых хорошо вырабатывается желудочный сок вторая группа это те у которых меньше вырабатывается желудочный сок и они должны быть вегетарианцы склон ну там немножко курицу индюшки вот немного можно мясном но дело в другом дело в том что каждому назначена индивидуальная диета 1 2 3 4 группа это индивидуальное рассмотрение считаю 10 человек где-то в якутии или же где-то там ну допустим индейцы они буфау питались в основном и ели растительную тоже пищу были здоровые люди почему потому что они постоянно были в движении они жили на природе на свежем воздухе и вот эти яды которые после расщепления мяса они выводились через пот через пот постоянные войны вот тогда были лошадки естественно вот эти сотрясения и сама природа работала на баланс то есть можно было есть мясное но естественно в меру и быть здоровым наше время сидящие конторские работники я считаю мясо противопоказано даже если первая группа у человека и он не будет есть мясо то это не будет для него вредно нету ситуации при которой допустим при первой группе нужно обязательно иногда есть мясо смотрите опять таки если человек занимается спортом если постоянное движение как мексиканцы они целый день на воздухе работают но ему немножко можно потому что мясо дает какую-то янскую энергию дополнение вот а если человек болеет тем более если он сидит все время за компьютером конечно ему противопоказано мясное даже если у него первая группа вообще больной человек не должен есть по закону природы по закону в науке о правильном физиологии питания как наши животные когда они болеют они не едят и не пьют это инстинкт это от бога а человек тоже на 50 процентов животное значит если он болеет он тоже должен на какое-то время перестать есть но немножко пить можно естественно можно посидеть на соках вот на сыворотке разные очень есть продукты питания и есть и допустим некоторые говорят но мы голодаем уже 2 недели это не голод соковая диета допустим диета до а подскажите вот насчет сыворотки вы уже упоминали когда-то а как в америке ее добыть и вот на рынках нашим на нашей бывшей родине это продается как в америке достать сыворотку да никак не достанешь вообще или нигде не продают но люди сами делают легко те кто делает творог значит остается сыворотку в двух словах это просто нужно чтобы скисло молоко и потом можете рассказать как тренированной кастрюли наливаешь вот это баттермин там голову и не там сколько там по голову вот наливаешься и начинаешь водяной бане на маленьком огне сок одного лимона вот и сразу разделение сыворотка будет значит плавать а тяжелое вот это вот творожество получится там творог и нужно именно баттермин да необычное молоко да баттермин да из этого делают многие очень и америки и русские особенно они делают сами и это дешевле и получается сыворотка вот сыворотка сладок очищает и там очень микро макроэлементов это и есть электролит в общем-то наш или наша кровь белая кровь это вот соленая немножко соленоватая жидкость который нам не хватает и поэтому для физиологического восстановления нам не надо пить и много воды а вот надо именно нам пить и вот этот электролит который находится в сыворотке я знаю клиники которые лечат людей океанской водой вот потому что наша плазма точно похоже на океанскую надо правильно там разводить чтобы был физиологический раствор и даже делается и инъекции делается клизменное промывание морской водой вот и также пьется для того чтобы вот вот эта соленая вода она здорово очищает она очищает как вот как слабительно и притом не только толстый кишечник там и желудок и тонкий и толстый кишечник промывается вот и в индии если такое значит очищение называется шан прокшала там они делают соленый бульон и он не впитывается желудки в кровь вот он благодаря изменению осмоса начинает проходить промывать и очищать под давлением вот пьется стакан делается четыре упражнения но там клапаны открываются насколько я знаю при этом между там в кишечнике и поэтому он проходит с помощью упражнения открывают эти клапаны да это все изучено в общем-то это ничего нового я проверялся на себе своих пациентов и все это прекрасно работает и после ощущения после очищения создается такая легкость такая энергия что человек готов подпрыгнуть и взлететь такая легкость потому что он освобождается от яда притоксин и слизи которые там годами накапливаются поэтому вопрос есть пока пока понятно все я думаю для многих будет очень полезная информация особенно связанная с сывороткой лично мне кстати когда-то помогла сыворотка это была рекомендация получена вот человека по телефону у которого было то что называется сейчас контактерская связь и была рекомендация было очень сильное воспаление позвоночника у меня нервов раскатать по всему позвоночнику марлю пропитанную сывороткой на 15 минут перед сном и буквально после первого же сеанса это помогло я был горожок да будет конечно помогать вообще уже в общем то проверено вот и там очень много микро макроэлементов которые нам не хватает потому что без микро макроэлементов не впитывается наши витамины я хочу сказать что еще если человек зашлакован чтобы он не ел как бы он не ел него это будет все и не перевариваться вернее будет рыщик может быть расщепляться но не будет усваиваться самые полезные вещества то есть белки жиры и углеводы витамины минеральные соли они не будут ассимилироваться правильно потому что все там загрязнено зашлаково забиты естественно надо переучиваться вот поэтому надо и правильно воспитывать детей чтобы они правильно ели правильно жевали вот и притом ни в коем случае заставлять детей не надо это очень неграмотой это разрушительно потому что если ребенок не голодный если он не проголодался то и кормить по часам это очень вред ребенок должен прийти допустим он играется это естественно футбол волейбол и так далее и вдруг у него сигнал почему сигнал он захотел есть вот продолжает играть но этот сигнал что он хочет есть увеличивается и он не может выдерживать приезжает приходит и говорит я есть хочу и мать кормит вот так вот наше детство да и так и было так и было играем 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 вдруг сигнал вот приходит вот там яблоки или там горбушку чеснок с хлебом вот ну и конечно борщ или там там бабка кашу делает но борщ борщ и горбушка вместе с борщом горбушка чесноком это вообще был деликатес еще наверно вот так мы и росли не было джанк фута больше но если мы разберем сейчас чем питают детей и взрослые у кого нет времени ну во первых вот процветает это фастфуд пицца хамбургены биг мак и вообще вот это все она не только разрушает она укорачивает жизнь минимум на 20 лет то есть в россии есть позитивные момента тех политической той ситуации которая там происходит запретили макдоналдс и какие-то еще кафе быстрого питания пришедшие запада в этом наверное есть плюс но конечно где запрещать я знаю некоторых районах южной америки по-моему венесуэля официально запретили и даже запретили гомо гомо это вот неестественное состояние никогда в мире не было такого искусственных соединений которые разрушает и нарушает наши днк рнк наши гены и хромосом это очень не только вредно но это граничит с тем что получается вы рождите женщина не может рожать и если все ведет конечно к раку и другим хроническим болезням вот но люди видите когда пропаганда работает люди склонны верить этой пропаганда что там пишут по телевизору говорят и это все гипнотизирует человек а молодежь подражает даже не может логично мыслить и рассуждать а потом привычка неправильно есть неправильно петь и все человек раз больной он уже не может работать у него нет энергии так вот в отношении сахарных напитков и в отношении сладости шоколада и так далее помимо вот это джанк фуда вот дети становятся но как бы с ненормальными у них получается синдром гипогликемии вот гипогликемии это результат вот неправильного питья и питания с детства и когда колеблется сахар то быстро увеличивается то уменьшается ниже порогово а сахар для мозговой деятельности это номер один человек не может мыслить думать рассуждать если у него будет пониженный сахар нормальный сахар это 80 120 миллиграмм процент но сейчас у всех низких особенно у детей и дети ведут себя как психопаты и как шизофреник ну никак и отличить шизофреника поведение шизофреника и поведение ребенка у кого низкий сахар гипогликемии наверно все стремятся к тому чтобы не было высокого сахара все боятся диабета обратно крайность не менее опасно да да у всех диабетиков сначала был низкий сахар но его просмотрели потому что никто не делает тесты сейчас это дорогостоящие тесты которые занимают полдня глюкоз толеранс тест раньше это делали но сейчас не делают не нужно вот и поэтому значит то что было ненормально ну допустим 80 120 миллиграмм да вот это сахар должен колеблется в крови а если меньше 80 там 70 60 это уже гликобиня тоже болезнь ребенок плохо учится у него плохая память он агрессивный вот он бестолково растет почему мозговые мозговая деятельность нарушена нейроны аксоны нейротрансмиттеры уже не передают так информацию не работают вот и ребенок естественно болеет получает психотропные но одним сон начинается а и вот это акция заканчивается тем что получается естественно болезнь как называемая шизофрения байпола синдром и другие отклонения от психики вот буквально вот девочка которая она значит ну как бы с ума сошла я тогда находился на украине вот кусалась кидалась плевалась 15 лет девочки вот была отличница музыкант спортсменка и вдруг вот такие вот вот представьте себе ставили диагности различные но души шизофрении сумасшествие вот 7 госпитале никто не говорил о правильном питании вот никто не говорила не вспоминала гипоголькемии девочка мучилась 7 госпитале вот и когда я стал ее консультировать я и сказал что я подозреваю то-то 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 давайте изменить все питание я ее перевел на соковую овощную диету что вообще сахара не было луково-чесночные борщи на сыворотку вот и постепенно постепенно там до назначил ей травы банки вот массажи ароматерапия на воскрес уже около года она здоровый ребенок продолжает учиться и так далее получил хорошую благодарность от родителей то есть вы по сути ее спасли совершенно верно моя информация не я ее спасся моя информация я практически не лечил я просто сказал родителям как ее питать какие витамины и так далее что у ней нарушено генозный застой в мозгу убрать и вот самое главное это гипогликемия ничего не есть все что связано с сахаром и к и каши тоже потому что каша когда переваривается любая каша вот она дает в кровь две столовые ложки сахара как ни странно владели вообще нет там сахара как будто гречневая каша да такая популярная не удивил диабетиков причем популярны тоже диабетики обычно гречневую кашу кушают и им запрещено есть любые зерновые каши вот потому что это все превращается в кровь уже идет много сахара вот представьте себе вот и у меня выложено 2 года тому назад я говорил как лечит знаменитые ученые сахарный диабет 2 так вот при правильном питании никаких лекарств постепенно постепенно надо уходить от инсулина вот и все восстановит потому что у нас есть резервные силы эти резервные силы находятся в зачастливом состоянии они не пробуждают клетка не работает все наши клетки они ведут себя как шизофреники то есть с ума сходит клетка потому что им нужно дать правильное питание вот и восстановить кровообращение так чтобы клетка питалась полноценно а что значит значит клетка как живой солдат она должна каждую минуту секунду получать питание это жиры белки углеводы минеральные соли вот электролиты гормоны и тогда при правильном кровообращении и при правильной нефатической системе которая выносит все ненужные шлаки продукты обмен вот тогда клетка будет вооружена и этикой и она же программирована на на жизнь на альтруистическую любовь а если мы состоим из триллионов лет так вот там получается как бы клетка которая воодушевлена вот именно этикой отдать жизнь за коллектив других лет лет божественно понимаешь все это запрограммировано но мы не даем возможность нашим клеткам работать вот с такой этикой с такой силы энтузиазмом жить и жертвовать свою жизнь во имя здоровья и коллектива человека ну на мой взгляд если я не прав а правьте меня на мой взгляд тут еще очень большое большое значение имеет моральное состояние человека если мы говорим о каких-то хронических болезнях и о том чтобы клетки открыли в себе свои резервы то вот это эмоционально моральное состояние чем человек живет играет очень большую роль праве или нет сто процентов я привожу пример значит клетка она имеет микроразм и такой ученый гениальный двадцатого века александр залманов сказал одна клетка умнее благороднее и совершение чем все ученые взятые вместе значит вот клетка имеет микроразм так вот она должна слышать что думает человек здоровый или больной она будет действовать тогда правильно когда будет слышать и это слышание идет от программы высшей деятельности мозга самого человека как он думает о чем он думает и какая его моральность это как вот полководец за наполеон у него генералы у него адмирал у него солдат и офицер все подчиняется ему наполеон он дает приказ солдаты и офицеры выполняет его приказ точно также ведет себя клетка наш 1 запрограммировано жить и умирать во имя здоровья человека на всех уровнях мне когда-то попалась книга оздоровительные настрою автор сытин был я помню и там целый ряд был настроев но по сути на случай всех болезней и они насколько я понимаю реально работали это были определенным образом подобранные слова это еще было советское время где когда не шла речь подробно об энергетике наверное там все с под этими словами было как под молитвами определенная энергетика но эти оздоровительные настрои действительно они работали причем при самых серьезных хронических болезнях включая например такие как шизофрения и вот это подтверждает ваши слова и работала и работает то есть никто не отменял эти настои и это очень гениальный человек с этим который это доказал так вот это самовнушение почему потому что наш мозг он может внушать и хорошее и плохое если он пессимист значит у него будет выздоровление идти очень медленно и вообще не будет потому что он постоянно в депрессии а в депрессии очень тяжело человека вытаскивает от какой-то болезни а если он энтузиаст значит быстрее будет все в оздоровлении дай ему правильную информацию вот от мысли человека как он думает зависит вся его жизнь не только здоровье вот потому поэтому значит мозговая деятельность она тоже очень важно при оздоровлении омоложение и восстановление здоровья как человек должен себя настраивать о чем он должен думать та же молитва сферы это уже настроена выздоровление но судя по всему насколько я знаю при правильном настрой при самовнушениях при использовании молитв если в них есть вера вообще очень серьезные вещи могут уходить включая онкологию если там нет метастазов нет каких-то не четвертой стадии с постоянными болями то есть какая-то еще начальная стадия а может быть даже не начальная даже такие вещи можно вылечить до вещи ну вот смотри гипноз это тоже самое внушение или человек сам себе внушает или кто-то ему внушает это есть гипноз работа с подсознанием и подсознание там такая динамическая сила что одно вот внушение гипнотическое может восстановить тысячи больных с невроз с невроз не с какими-то нарушениям включая параличи истерического происхождения вот все это доказано уже не требует подтверждения но просто люди должны немножко сами поинтересоваться и себе помочь в целях самообразования никакого страха не должно быть потому что человек практически рожденный на земле может спокойно жить 120 150 лет доказано учеными и если он будет делать все по законам природы но это как раз и есть самое сложное особенно в западном обществе которое но ощущение лично у меня изо всех сил живет вопреки законам природы по своим внутренним законам которые она считает самыми правильными массовая культура и все прочее вот и фестфуды и другие виды активности еды которые вы упомянули то есть полное противоречие тому как надо и все это изо всех сил культивируется потому что за этим стоит крупный бизнес да но это мы все знаем но и в кругу вот этого как бы гипноза сверху матрица самая настоящая матрица нужно выйти поскольку мы сейчас живем в такое время когда можно взять любую информацию ведь и можно быстро человеку сказать что-то ложное и человек будет верить в эту ложь он будет видеть белое 10 10 человек скажешь что на белое это черное гипнозе и не загипнотизированы когда будет слышать это он может видеть что это белое будет говорить все это что то есть легко вот буквально за 10 минут можно загипнотизировать любого человека ну может быть 90 процентов а сейчас средства массовой информации телевизор радио постоянно это картины и так далее естественно у человека возникает как-то я лечил одного старовера это было в оригоне их там много целой колонии будто и танцы старовер ну такой здорово они все фермеры вот у него была проблема с артритом рука не поднималась гемот вставил пиявки все я говорю ну что ты ешь что ты пьешь и он мне начал говорить от фастфуде и там а пиццы и так далее игра что пьешь кока-кола пила сколько ты лет пьешь 12 лет я когда ему стал говорить немножко объяснять физиологии его шоковая реакция была что-то кока-кола и саванат и что такое пицца когда почему мне никто не говорит почему мне никто не говорит я говорю ну слушай ты грамотная тебе бог мозги дал и разум дал почему же ты сам не обследовал на хорошая эта пища или плохая пища вот и он не значит стала 5 говорит мне никто не говорил как-то я встретил одного директора школы это было сандея мы разговаривали сион значит я ему говорю но вы продаете кока-кола саванат там его школе он говорит да продаем я говорю а ты знаешь как вредно для детей пить это сахарный напиток в чем заключается за она он говорит я знаю но мне запрещено говорить плохо о кока-коле вот представляешь да степень степень опасности вот этих корпораций которые держатся в своих руках причем это мы сейчас говорим о кока-коле а ведь такая же история происходит с фармакологическими корпорациями еще и наверное еще и сильнее и под их давлением они находятся и под их влиянием все врачи вся медицинская система это просто страшно если осознать объем масштаба всего этого одну никто их не заставляет но не хозяева своей судьбы и своего здоровья пускай они говорят они же не заставляет не пичкует и люди сами добровольно принимает вот возьмите сейчас выстроилась индустрия витаминов да конечно не хватает потому что пища становится пол пустой и чтобы он не ел все равно в крови не хватает большинство микро-макроэлементов и витамин водорастворимых жирорастворим нужно бады абады зряется и химические есть и есть органические выбирать никто людей не заставляет до реклама и все и так далее но у него же своя голова есть вот витамины это тоже такой миллионный триллионный бизнес вот тоже будет заблуждение 80 процентов витамина все синтетические но люди горстями принимают это полезно мне даже врачей знаю которые без витаминов жить не могут и принимает целыми горстями но это все синтетическое химическое естественно не себе укорачивает понятно борис мы уже немножко ограничены во времени наверное будем завершать сегодняшнюю программу мне было очень интересно я уверен что нашим слушателям также было интересно и у них могут возникнуть вопросы на которые борису вайда с удовольствием ответит если вы их зададите связанные со всеми сферами питания мне кажется эта информация с коту которая нужна всем потому что каждый в любом случае это уже не лекарство питание сталкивается с этим каждый день несколько раз и от этого зависит качество жизни той сама жизнь поэтому еще раз спасибо вам и до новых встреч удачи всех блага и здоровья